Общегородской крестный ход трезвенников прошел в Санкт-Петербурге. В молитвенном шествии приняли участие священнослужители, трезвеннические общины, представители государственных организаций, а также работники социальных учреждений и молодежь. По аллеям славы Московского парка Победы прошло крестное шествие с двумя образами Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Уже четвертый год в преддверии Великого Поста православные петербуржцы и гости города собираются на общую молитву о трезвой России. Место встречи неизменно. Московский парк Победы, площадка у храма всех святых в земле русской просеявших. Этот крестный ход возглавляют священнослужители, которые в своих епархиях занимаются вопросами наркомании и алкоголизма. Это очень важно пропагандировать и образ жизни вне алкоголя, трезвеннический. Тут я не стал бы говорить здоровый образ жизни, а я лучше скажу традиционные духовные ценности необходимо пропагандировать. Это основная задача. Народ находится... Почему люди пьют? Потому что они находятся в бездуховном капкане, в таком... Вот безбожие. Безбожие – это бич нашей жизни. На крестный ход пришли неравнодушные люди, которые готовы к борьбе за трезвость нации. Светлана Михайловна Никитина вместе с сыном пришла не только помолиться, но и подкрепить крестоходцев информацией о трезвеннических инициативах. Алкоголь, яд, он не нужен вообще в жизни человека. Без этого можно спокойно обходиться и получать удовольствие от других средств. Занятия спортом, я не знаю. Вот мы увлекаемся спортом, бегаем по утрам, например. И после этого заразит бодрость, идет на целый день. Можно переделать множество дел. Мы пришли сюда осознанно, на трезвенный ход, что сейчас очень остро стоит проблема алкоголизма в стране. По докладам Общественной палаты Российской Федерации, сейчас 500 тысяч человек ежегодно в России мы теряем по причинам, связанным с алкоголем. И поэтому сейчас очень немаловажно проводить именно трезвенное просвещение населения. То есть необходимо создавать как можно больше трезвенного пространства. То есть вот этот трезвый ход, он как раз приобщает людей к трезвости. Другой участник крестного хода Денис с Божьей помощью преодолел пагубную зависимость, вернул свою семью, жизнь его налаживается. Все тебе воздастся, просто нужно отказаться от всего вот этого, алкоголя, наркомании, в принципе. Оно же не нужно, мы плоть свою просто огуем, которую нам, плоть дали родители, да, Дух Святой вдохнул нас Господь. И не надо отказываться, думаю, от него. Мы отрекаемся, отталкиваем руками, ногами. Там для своих друзей, которым я вырос, что-то пытаются достучаться, что как бы... Ну, они не воспринимают все серьезно, как бы, ну, отказываются, короче, так же руками, ногами отталкиваются, можно сказать. Ну, блин, ну, рано или поздно они все равно никогда это поймут, потому что... А некоторые уже в тюрьме, кого-то уже и нет с нами, блин. Вот так вот. В этом году крестное шествие было с двумя иконами Пресвятой Богородицы образа «Неупиваемая чаша». Одна с завода АТИ, другую доставили из женского владычного монастыря в Серпухове. Обе иконы всегда привлекают большое количество верующих. С хоругвями и пением тропарей крестным шествием шли и молились за трезвую Россию около полутора тысяч человек. Среди крестоходцев была поэт Татьяна Егорова, посвятившая этому событию стихи. До победы нам бороться с духом мирового зла. Не сдавайтесь, крестоходцы, наши праведные дела. Сам Господь шагает с нами неустанно, день за днем. Так вот, легкими шагами в Царство Божие войдем.